и сегодняшняя тема называется нераскрытые подарок уже бомбанула да мне меня не дух святой только дал знаете только да вот вот название темы иногда одно слово касается в теме есть вся тема можно не проповедовать амен семья пошлите есть салаты нет я проповедую это последняя проповедь этого года нераскрытый подарок вы уже наверно получаете да что-то семья я заметил интересный момент церкви как одни за одну молитву получают все свободу и исцеление призвание но с другой стороны другие ходят всю жизнь в церковь и ничего не имеют нонсенс семья такого не может быть в церкви иисуса христа и люди бегают из церкви в церковь бегают по помазанникам они уже не знают кто за них молился какие пророчества высвобождены но почему я хочу тебе сразу сказать тебе нужно решить твою проблему кому нужно здесь решить проблему есть такие люди поднимать давайте вместе проповедовать не бойся здесь с проблемами я две руки поднимаю ноги тоже хочу решить их я хочу решить свои проблемы но иисус говорит слушать раскрой свой подарок и дух святой мне говорит вот именно иисус христос это и есть нераскрытый подарок в жизни христианина мы имеем подарок кто получал кто-то получал здесь подарки все если кто-то не получал скажи пожалуйста получишь от нас серьезно ну мало ли в разные не кстати разные жизни бывают но есть люди не получали подади с удовольствием подарю честно так вот мы имеем иисуса христа мы получаем подарок и этот подарок правда нам подарок с небес пришел иисус мы не заслужили чтобы быть с иисусом и просто чтобы у нас умирал за нашу жизнь вонючую то что мы совершали но христиане имеют этот подарок они его поставили на самое видимое место иисус христос в их жизни на дух святой говорит но мало кто его раскрыл мало кто заглянул а что же им бог подарил что же им бог дал и я слышу как от многих людей я верю в иисуса я верю в иисуса иисус иисус слушай а ты раскрыл своего иисуса христа семья ты потянул за бантик или ты еще наслаждаешься пасхой и рождеством или он стоит у тебя и напоминает что у тебя есть подарок или тебе комфортно его не разворачивать многим да многие и не хотят его разворачивать потому что как только ты начинаешь берешь этот подарок раскрываешь и там такие подарки в жизни в твоей случаются в кавычках боже что это у меня это иисус христос внутри тебя и не ты выбрал а тебе бог его подарил что мне делать моей проблеме разверни подарок хорошее время подарков семья ну ни один нормальный человек не держит завернутый подарок у себя дома и всю свою жизнь что это подарок с небес скажи ты по благодати спасен или по своей молитве конечно по благодати но я хочу чтобы вы были нормальными христианинами это моя функция направить вас в нормальное русло в нормальное течение если кто имеет дома и ты почувствовал не раскрытый подарок приедь и разверни встань в свою молитву тайную комнату и скажи иисус я хочу тебя найти я разворачиваю тебя сегодня чтобы следующем году я не просто любовался на свой подарок и что я знаю иисуса христа и все о нем а что я получил подарок и ты мой иисус а я твой ты автоматически подарку прикреплен чей это подарок мой это подарок иисус христос нераскрытый подарок семья лука 8 22 20 25 в один из дней в один из дней иисус и его ученики сели водку иисус сказал им давайте переплывем на другую сторону озера и они отправились но пока они плыли он уснул а на озере разыграла сильная буря их лодку стала заливать водой и они были в опасности тогда ученики подошли к нему и разбудили его со словами господи господи мы тонем проснувшись он приказал ветру и волнам ветер утих и озеро успокоилось и сказал он им где вера ваша они в страхе и у удивлений говорили друг друга кто же он что повелевает водам и ветру и они повинуются ему где ваша вера семья в то что вы получили от бога сына единородного который умер и воскрес за каждого из нас где так и вся наша жизнь чуть-чуть проблема боже иисус а он рядом он в твоей комнате иисус говорит разверни меня что сделали ученики они разбудили иисуса ты думаешь своим молчанием ты что-то сделаешь разбуди иисуса своей лодке я удивляюсь как многие люди тонут я их называю самоубийцы тонут вместо того чтобы взять открыть рот и сказать иисус помоги ладно бы это были люди из мира которые никогда не знали об имени иисуса христа но это христиане они идут в ад зная что там вечная смерть ненормальные самоубийцы семья разбуди иисуса своей лодки а лодка это жизнь говоришь ли ты со своим иисусом показываешь ли ты ему свои проблемы если это не происходит твоей жизни начни семья начните год чтобы в твоей жизни иисус всегда был с тобой и ты знал куда тебе бежать я хочу сфокусировать вас всех на иисусе христе потому что иисус много проповедей мы слышим но иисус это фокус всей нашей жизни всего христианства как-то я сел уже не ну не как-то давно это было на этой неделе и сказал иисус любимый я хочу тебя найти представляете четыре года служения это большой стаж но я хочу еще больше его найти потому что появляется пустота когда его не ищешь и эту пустоту не иисус займет если ты не дашь ему место а кто-то другой придет как вор и украдет эту пустоту для другого кто-то слышит не вздумайте останавливаться на достигнутом что вы сделали в следующем году только вперед семья много людей проходят церкви много принимают водные крещения многие проезжать на энкаунтер на единицы остаются люди берут свой нераскрытый подарок и уносят и потом говорит а мне это ничего не помогает моя жизнь не изменилась ничего не меняется разверни подарок когда ты откроешь иисуса христа то твоя жизнь ни на одну секунду не останется прежней ни одна твои мысли потекут в другую сторону ты захочешь радикально изменить свою жизнь ты захочешь оставить все да даже если ты еще не оставил да есть если тебя нет сил оставить но если ты захочешь оставить это уже пошла новая волна силы небо сам ты никогда не додумаешься до того что нужно оставить кто-то слышит меня я бросил курить скажи раньше ты хотел бросить курить или ты думал что можно не курить я раньше не думал что можно новый год отмечать без спиртного я смеялся таких людей да у меня я не был конченным алкоголиком ну все мы любили повеселиться когда иисус я начал разворачивать иисуса христа открыл библию пошел церковь то начал его искать не людей а его тогда моя жизнь начала меняться и тогда начали приходить правильные мысли правильные решения что я должен сделать сначала решение а потом действие нельзя идти на слепую сейчас тут дам дам сейчас все это всем тут нет сначала то что внутри тебя входит утверждается и ты видишь цель и ты идешь пусть следующий год 2016 год он будет годом завоеванных вершин семья я желаю вам всем не просто так постоял у горы я видел этот пик славы и победы нет а чтобы ты за ним на него зашел амин где ваша вера спрашивал иисус христос иисус не спрашивал где ваша сила кто-то понимает извините его ученики были сильные так же это были рыбаки это были настоящие мужики это не было знаете там ну не хочу обидеть музыкантов и еще кого-то там ну это были настоящие рыбаки которые могли дать в дымю работяги которые могли потянуть сеть которые могли связать сеть там я Я верю, что там не было эти, знаете, там, бубльки какие-то там. Там нормальная рыба была. Там сети были. Это нормальные мужики. Иисус же не... Где ваша сила? Почему вы не можете лодку направить куда-то? Где ваше знание? Нет. Где ваша мудрость? Иисус спросил у них. Нет. Где ваше знание молитв? Законов? Сколько вам лет? Что вы тут кипишуете? Ну, извините, я термины обычные применяю, если кто-то опирается на церкви. Простите. Современный язык. Нормальный, чтобы входило. А Иисус спросил, где ваша вера? Я спрошу тебя, где твоя вера? Многие из вас болтаются там на воде сейчас. И ропот слышно. Даже когда ты не болтаешься, не кричишь. Ты вот пришел нормальный, красивый. Ну, сегодня все красивые. Всегда все красивые. А ропот слышно. Вот по тебе видно, что ты там болтухаешься. Видно. Думаешь, не видно? Видно. Я спрашиваю, у тебя где твоя вера? Неразвернутый подарок. Равносилен атаки на веру, семья. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Я спрашиваю, ты не веришь в Иисуса Христа? Веришь ли ты в Иисуса Христа? Не верит ли твой пастор в Иисуса Христа? А веришь ли ты в Иисуса Христа? Веришь ли ты в Иисуса Христа? Нет. Ты хочешь, чтобы верил вот этот человек, который проповедует, который слушает, который молится. А ты веришь в Иисуса Христа? Кто-то понимает? Нас так научились, семья. Чтобы мы должны ходить в ту церковь, где верят в Иисуса Христа. Ну, а ты веришь в Иисуса Христа? Это все нормально. Три единства. Значит, это живая церковь. А ты живая церковь? Веришь ли ты в Иисуса Христа? Чтобы один раз ты услышал молитву, слово, которое пронзит тебя острием мудрости, силой неба и изменится радикально твоя жизнь. Семья, если вы думаете, мы будем ждать Иисуса Христа и друг другу свои проблемки перекидывать, давайте в следующем году выбросим весь мусор из дома отца и пойдем туда, где мы еще не были. Аминь. А все, что мы делали, мы всю свою жизнь, христиане на домашних группах, один заболел, ну, я за проблему говорю, передал другому, знаете, эстафету. Закончилась эстафета. Вон грех. Вон компромиссы. Добро пожаловать в святость церковь Иисуса Христа. Смотришь на одной домашней, вроде вылечилась домашняя группа. Потом смотришь, та же самая болезнь в другой. Передали по эстафету, по эстафете. А один уже здоровый, другой уже с этой палочкой стоит. Что это? Нет. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Или ты хочешь эту палочку передавать другому? Готов ли ты на себе остановить тот грех, который ты не хочешь, чтобы он в твоей жизни был? Это мощность, семья. Готов ли ты остановить ту зависимость, которую ты чувствуешь в себе, остановить ее раз и навсегда, вырвать с корнем, чтобы она больше не распространилась? Семья, если вы сейчас слышите это откровение, то поверь, ты никогда не остановишься в служении Иисуса Христа. Если ты видишь свои... Кто видит в себе проблему? Давайте честно. Все. А готов ли ты эту проблему искоренить раз и навсегда, чтобы эта проблема больше никого не заразила? Ни твоих детей, ни твоих внуков, ни твоих братьев и сестер. Чтобы об этой проблеме больше даже не было разговоров, семья! Семья! Не готовы. А мы идем в Новый Год. Ой, конфетки. Кто хочет? Два евро одна. А сейчас все магазины закрыты. Смеешься. Или на заправке, или у меня можешь такие купить. Больше негде. На заправке посчитай бензин. Я раньше мог продавать все. Сейчас не могу. Запрет. Ну, я верю, придут люди, которые могут продавать и покупать. Ну, прибыль сюда, пожалуйста. Ну, не всю можете себе оставить немножко. На хлеб с солью. Ничего. У нас богатая церковь. У нас на Новый Год мы все икру едим. Мы знаем, где ее покупать дешево. Ведение Г-12. Икра почти по 12 евро. Все нормально. Все по 12. О, не знал. В следующем году запишись, пожалуйста. Очень вкусная. И у нас на Новый Год кому не приди домой, у всех икра. И кто первый раз попадает. Это они так плохо живут. Да. Все по 12. Хоть по очереди договоритесь открывать банки. Открыли, и она засыхает. Сегодня тоже икра будет сегодня. Или нет? А, вот. Надоело, да. Но сегодня будут салаты вкусные. Будет икра? Вас дай Богу славу. Кто-то поделился своей икрой. У всех дома есть красная икра. Извините, кто смотрит нас в других странах. Германия такая бедная. А знаете, по жертве Германия самая на последнем месте. По жертвованию. Кто-то слышит меня? Представляете? Да. Европейские страны, которые имеют экономически нормальное состояние по жертвенности на последнем месте. Нонсенс. Зато в России, в Украине, где люди, они отдают последние деньги, чтобы приобрести новую жизнь. А мы, родные, за-е-ли-сь. Это, знаете, такой итог. Я даже сам не понимаю, почему. Да это Дух Святой сейчас. Итоги подводит всей нашей жизни. К сожалению, это так. Неразвернутый подарок. Равносили на атаки на веру. Кто атаковал твою веру? Кто тебе сказал не раскрывать Иисуса Христа? Кто тебе сказал не следовать за Иисусом Христом? Кто тебе сказал не фокусироваться на Иисусе? Кто тебе сказал смотреть на человека, а не на Иисуса Христа? Кто атаковал твою веру? Нет. Имя Иисуса Христа никто не заберет. Все нормально. Но будет атака именно на твою веру. И хочешь ты этого или нет, ты будешь проверен. Атака будет на веру. Это уникальное понятие. Кстати, меня оно коснулось. Потому что иногда ты смотришь и не знаешь, что происходит в церкви, в служениях с людьми. Они вроде верят, но я понял, что они атакованы. Атака на их веру. И люди останавливаются. И ты успокаиваешься. Многие даже жалеют, что они копнули глубже. В своей молитве сказали Иисус, хочу новый уровень. Кто-то говорил в своей молитве. Есть тут люди такие? И тут пух, и приходит такой новый уровень. Жить не хочется. Две недели назад попросил. Думаю, ненормальный. А теперь говорю нормальный. Потому что, когда я сказал сам себе ненормальный, кто-то атаковал мою веру. Проси. Просите, не бойтесь и получите. Просите новый уровень. Да, иногда ты сам себя не захочешь видеть в этом новом уровне. Потому что в этом новом уровне, в новом году, вылезет все твое внутреннее. Как и хорошее, так и плохое. И люди узнают и увидят тебя во всей красоте. И ты вроде был нормальным христианином, а тут стал ненормальным. Это новый уровень, семья. И каждый из нас пройдет этот процесс. Не бойся. Иди в новое начало. Иди в этот Новый Год. Я хочу, чтобы мы сейчас все вместе начали проповедовать. Это важно сейчас для атмосферы. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Семья. Если да, давайте просто подними руку свою. Не жалей себя. Не жалей. Знаете, почему это сейчас происходит? Потому что есть люди, когда приходят в церковь, и они думают, что... Ну, не все верят, надо присмотреться. А когда человек попадает в атмосферу, его затягивает. Веришь ли ты, скажи, в Иисуса Христа? Веришь ли ты, что Иисус давал зрение слепым? Все, что сейчас будет происходить с имя в этом зале, Бог будет утверждать и убирать атаку на веру. Я не просто проповедник и не просто сюда пришел и сказать хорошего Нового Года. Я хочу, чтобы ты вошел в силе и в славе в Новый Год. Веришь ли ты в Иисуса Христа, который воскрешил Лазаря? Веришь ли ты в Иисуса Христа, который воскрешил дочь, девочку, главы синагоги? Веришь ли ты в Иисуса Христа, который проповедовал в синагогах и говорил о Божьем Царстве? Семья, ты не веришь. Ты атакован, серьезно. Потому что, когда имя Иисуса Христа взрывается, то должно взрываться все внутри тебя. Веришь ли ты в Иисуса Христа, который исцелил женщину, которая страдала 12 лет кровотечением? Поднимайте руки. Веришь ли ты в Иисуса Христа, который мог усмирить бурю ветер? Веришь ли ты в Иисуса Христа, который проходил сквозь стены? Веришь ли ты в Иисуса Христа, который спокойно ходил по воде? Веришь ли ты в Иисуса Христа, который спустился в ад и доказал всем, что Он Царь Царей? Веришь ли ты в Иисуса Христа, который заходил в храмы и наводил порядки, и ни один мужик Его не остановил? Веришь ли ты в Иисуса Христа, который очень любит тебя, даже когда ты отвергаешь Его? Веришь ли ты в Иисуса Христа, который возвращает всю жизнь и восстанавливает? Семья, я просто умоляю вас, просто пусть будет восстановлена твоя вера. После этой проповеди я буду молиться за кто захочет, но выходите все, потому что Бог не просто будет давать здоровье, здоровье оно будет у тебя восстанавливаться, и ты будешь его терять. Это нормальный процесс физиологического тела, что-то там болит, что-то там исцелилось, всегда все болит. Но Иисус хочет восстановить тебя в вере, Он хочет снять всю атаку, где ты был атакован, а ты атакован именно на вере. Ты не веришь, поэтому и не исцеляешься. Ты не веришь, поэтому и не имеешь. Ты не веришь, поэтому и сидишь всю свою жизнь в церкви, и ничего не получаешь. А ты видишь, как кто-то заходит, приехал, получил, освободился и поехал свободным. Вас дай Богу славу. На той неделе, я не просто так говорю, знаете, с неба стянул, приехала девушка, было много проблем и внутренних, и наружных, и уехала свободной, и исцеленной. И я задал вопрос, что это, почему Дух Святой, почему люди ходят годами, ходят на домашние группы, на молитвенных, и их жизнь не меняется. Он говорит, они меня не раскрыли. И ты думаешь, а завтра приду, завтра ладно, завтра помолюсь, а завтра доеду, а завтра попрошу, чтобы я исцелился, а завтра и не будет, а завтра решу бить за Иисусом Христом, а завтра, если завтра ты атакован семья. И у меня, знаете, эта девушка, она сделала дело, не мы ей послужили, а она нам. Она вообще с далекой страны. Привет. Она с Аудовской Аравии. Привет, дорогая, мы с тобой. Вас дай Богу славу. Бог дал откровение, люди будут приходить с востока и запада, с севера и юга. Так и есть. Вы знаете, я думал, что я ей служу, а это она мне служит и исцеляет. И вы знаете, я взорвался, сказал, я тоже так хочу. Я тоже так хочу с одной молитвой получать, видеть и быть спокойным и освобождаться. Ты хочешь этого? Разверни подарок свой. Ни один концерт рождественский, песня. Да, это все хорошо. Хорошо. Почему ты полученный подарок держишь еще упакованным? Ты даже, он покрылся пылью у тебя. Даже, знаете, тянешь за веревку, а веревки уже сгнили. Все, что тебе нужно сегодня, взять ножницы, нормальный духовный меч и развернуть подарок. И сказать, Иисус, я хочу тебя развернуть. Знаете, у многих даже вот Библия стоит на полках всю жизнь, и они никогда ее не открывали. разговариваешь, я верующий, да, и спрашивают у нас, тоже недавно, а какой источник у вас наполнения? Как какой источник наполнения? наполнения? Ну, не Lidl, не Aldi, не Real, а Библия. Это самый главный источник наполнения. И вытри пыль с полки. К тому же тебе надо поменять Библию, потому что текст устарел. В старославянский уже не входит в новые в новые мозги. Это не просто так, что старославянский язык, он был плохой, знаете, и мы это ведение, Г-12, они отвергли все Библии. Нет, это современный перевод. Я читаю нормальный современный перевод, в котором я родился, в современных словах. Другие слова у меня не ходят, я даже не знаю их смысл. Почитай Библию на китайском, я посмотрю на тебя. Ну, русскими буквами, если там кто-то написал такую Библию. Если есть такая. Хорошая ноу-хау, да? Библия на китайском русскими буквами. Те, кто хочет заработать денег, разлетится сразу. Если у кого-то есть нужда, долги покрыть, в следующем году покроешь. Выйдешь, засвидетельствуешь, когда 2016 закончится. Долго будешь переводить, наверное, года не хватит. Китайская Библия русскими буквами, это нонс, это вообще будет. Ты прославишься на весь мир. Поэтому Бог запретил нам заниматься бизнесом. Много идей в голове. Сказал, все, стоп. Я прошу тебя, открой Библию, раскрой подарок, который тебе дал Бог. Раскрой слово. Не просто прочитай, размышляй над словом. Библия говорит, размышляйте, получайте откровения. Не твой пастор должен приносить тебе откровения и расклад тебе делать по Библии. А ты разложи ее, Библию, то есть, или слово. Ты разложи. Как ты видишь? Ничего не понимаешь? Еще раз читай. Еще раз ничего не поймешь? Еще раз читай. Слушайте, вы как будто первый раз в церковь пришли. Ну, ничего. Да, первый раз. Это все первый раз. Все нормально. Год начался. Я это не пойму местописание. Я слышу от людей. Так, еще раз прочитай. И еще раз прочитай. И еще раз прочитай. Потому что каждое слово оно дано для каждого из нас. А вот проповедь, то, что ты сейчас слышишь, это итог. И кто-то, наверное, где-то уже пересекался и говорил в этой теме. Амин. Потому что такого не бывает, что это просто тема там с небес. И она... Нет, это итог. Чтобы ты понял, что ты идешь правильно. Твой путь нелегкий и дорога узка. Все нормально. Веришь ли ты в Иисуса, который накормил пять тысяч человек? Почему ты не веришь, что Он тебя может накормить? Ой, заканчиваются деньги, долги, но ничего. Во имя Иисуса свободно. Принимай, принимай. Одной молитвой. Одним словом. Почему ты веришь в вот эти элементы, а ты не веришь, что тебя Иисус может накормить? Что когда у тебя ничего не будет, пустой холодильник? Бывает. Даже в Германии бывают пустые холодильники. И потом ты откроешь входную дверь и ты увидишь сумку с продуктами. У нас было в такой жизни, когда ты просто идешь и служишь людям и говоришь, я не знаю, чем будет питаться моя семья, потому что я забираю последние деньги из дома, чтобы довести людей на энкаунтры в другой город. И тут же звонок от жены она говорит, курица у нас дома. Аллилуйя! Я не хочу никого, знаете, что в жалость, пастору нужны деньги. Мы ни в чем не нуждаемся. Ну, конечно, нуждаемся. Человек всегда в чем-то нуждается. Открой подарок. Открой. Открой подарок. И поверь. Ты думал, ты верил? Ты не верил? Ты верил, что кто-то верит, но ты и сам не веришь. Амин? Нет, не амин. Да, я верю. А почему ты такой несчастный ходишь тогда? Почему тебя постоянно надо сбадривать? Послушайте, в следующем году мы не будем водичкой святой тебя больше сбадривать и елеем. Я верю, что Иисус даст другое средство. Чтобы один раз так сбодрился и на целый год. Сбодри меня, елеем. Сбодри, сбодри, сбодри. Елей это не бодрящее средство. А елей это защитное средство. Нет комаров. Семья, мы смеемся, но это так в нашей жизни. Мы вроде верим и вроде не верим. Дьявол понял, что Иисуса имя уже не вскроешь, как бы он не хотел, не закрывал всеми руками в наши дома. Иисус пришел, и мы услышали. Но все, что он сейчас делает, он атакует церковь на веру. вера наша атакована. Поэтому мы вроде, знаешь, мы общаемся, мы друг друга успокаиваем, но мы не верим. А знаешь, если ты думаешь, сидишь, а как же я могу верить, если моя жизнь разрушена и у меня множество проблем. А ты верь, что этих проблем скоро не будет. Видно. Ты живи так, как будто этих проблем нет. Амэн. потому что живи так, как будто их нет. Знаешь, когда ты сконцентрируешь на проблемах и проблемы, они рядом с тобой, ты их влюблен в эти проблемы. А живи так, как будто их нет, и ты увидишь, они будут, но они потеряют силу в твоей жизни, и ты будешь ровно дышать, спокойно спать и делать, что тебе сказал Иисус Христос, делать. Потому что эта проблема мешает, эта проблема, эта проблема, эта проблема. А ты живи так, как будто их нет. Да, они есть. Да, я признаю, есть проблема, скажи, но ты есть. Но ты, зараза, не остановишь меня. Я иду дальше. Хочешь, пошли, она не пойдет с тобой туда, куда ты идешь. Потому что там есть смерть, капитуляция, капут. Пусть попробует со мной пойти в новый уровень. Знаете, иногда ты входишь в новый уровень, да, отношения с Богом, раз видишь, ничего уже того нет, что тебя беспокоило лет пять назад. И здесь есть люди, которые верят пять лет уже в Иисуса? Есть? Вот, обернись назад. Сколько было проблем пять лет назад и сейчас? И ты говоришь, Иисус для тебя ничего не сделал? Ничего не поменялось? Да все поменялось. Просто ты не хочешь поменяться в голове. Пригласи проблемы в Новый год. Скажите, или сейчас оставляйте меня спокойно, или идем в Новое. Или поедем на энкаунтер, попаримся. Наша команда хорошо парит, выпаривает все. А, мэн, слава Богу за команду. Воздайте Богу славу этой команде. Потому что многие из вас уже, кто даже сюда приехал, он был реанимирован этими служениями. Слава Богу, вообще за ведение, за Иисуса Христа, оно, я благодарю за людей, которых Бог открывает и ставит рядом. Будь частью команды. Команда это сила семья. Даже Иисус ходил с командой, а ты хочешь там сам поковыряться. Будь частью команды. Будь частью тела. Ты же не круче Иисуса Христа. Ну, Иисус, конечно, сказал, вы будете более делать. Ну, пройди сквозь стену. И знаете, что сейчас Бог делал? Когда мы говорили, веришь ли ты? Веришь, 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 веришь. Он нас разворачивал. Потому что, когда я произносил некоторые действия Иисуса, которые Он совершал, то ты не верил. Ты себя останавливал на некоторых вопросах или автоматом говорил, верю? А давайте поверим. Давайте поверим в эти действия, что Иисус делал и что через Него делать. Давайте поверим по-настоящему семья. Поверим. Просто примем. Без логики. А как это так? Иисус плюнул и слепой стал видеть. Просто. Знаешь, как поверить? Сам себе скажи, Иисус плюнул, потер глаза и слепой стал видеть. Все. Я говорю, верю. Ты, нет, ты начал проехать, как это Он плюнул. Ты же знаешь, как ты плюешь. Куда Он плюнул? Какая земля была? А как Он тер? Нет. Вот плюнул, потер, слепой стал видеть. Все. Вот, вот надо вот упростить наше, знаете, действие Иисуса Христа. Как это происходит? Как это Иисус? Как это? На энкаунтерах появляются золотые зубы у людей. Просто поверь. Кого-то сейчас кувыркает. Я знаю, зубы всегда всех кувыркали. Ну, пломбы, Дух Святой меняет. Ну, меняет Он. Ну, меняет. Ну, откуда мы знаем? Как люди падают? Ну, падают. Люди падают. Просто поверь. А как поверить? Копай слово. Там все написано. Амин. Иисус, как Иисус говорит, нищие тут сразу же стали богатыми. Поверь, что ты нормальный человек, обеспеченный во всем. А на сегодняшний день ты обеспеченный. И если ты сейчас, знаешь, почему ты нищий? Потому что ты обеспечение Бога, которое необходимо тебе на сегодняшний день, не принимаешь. И ты сам себя сделал нищим семья. Воздай Богу славу, богатый человек. Меня ничего нет. На сегодняшний день ты во всем. То, что хочет для тебя Бог. Ну, понятно, некоторые вещи ты отверг. Но все, что у тебя есть сегодня, то, что Бог тебе дал, знаете, как мама. Если сына, вот нашего сына, надо накормить, она его накормит. А конфеты он сам может вспомнить, что нужно пососать, или не вспомнит. Главное, мама накормила. Бог тебе дал все на сегодняшний день. Все. И чтобы стать богатым, нужно просто понять, что ты в сегодняшнем дне в достатке находишься. И у тебя есть все для того, чтобы жить, дышать, существовать, пойти в магазин. У тебя есть все. Семья вот так истинно делает нас свободными и выводит из нищеты богатство. богатство в разуме, понятно. У кого разные всех богатства. Давайте не будем сюда идти. Фантазии у каждого у нас работают. Вот то, что сейчас делает Дух Святой, он нас разворачивает. Мы тоже подарки. Амин. Мы тоже подарки и нас нужно развернуть. Давайте сами себя развернем, хорошо? Чтобы не было подарком для кого-то. Чтобы мы, как подарок, не стали сюрпризом для многих судей. А это происходит в семьях. Мужчина, женщина поженились, они друг друга такие подарки. Сюрпризы, сюрприз, киндер-сюрприз за киндер-сюрпризом. Как не сфера, так там подарок, игрушка. Такие сюрпризы. Боже. Ну так же, семья. Разверни себя сам. Просто разверни и посмотри. Если снять с себя вот это, вот если снять с себя улыбку, сможешь ли ты дарить радость? Представляете? Сможешь ли ты дарить красоту, если тебя обрить на лысо? Ну, нет, есть лысые, красивые мужчины. Как ты подаришь красоту? Вы что думаете, что мы красоту дарим волосами, нашим внешним видом? Красоту мы дарим из внутреннего состояния семья. Давайте посмотрим по-другому на себя в следующем году. Давайте развернем себя и посмотрим, что нас формирует и что мы дарим и даем людям. Что, какие слова вылетают из твоих уст праведности и законов, красноречивые молитвы. А внутри, что твое сердце говорит? Какой мат проскакивает у тебя еще в мыслях? Давайте будем честными. Иногда такая зайдет зараза, ловишь-ловишь, пока не выгонишь там, знаете, в голове. Раз как муху поймал. Вон! Ну, так же мы с мыслями боремся. Это уже для более взрослых христиан. Ух, пока какая-то зараза как залетит, а в молитве еще даже сядет и ты стоишь. ловишь тараканов. Что, если нас развернуть? Кто внутри нас? Кто мы вообще? Пусть эти вопросы будут сегодня открыты в этом еще году для того, чтобы их решить. Если ты не увидишь, кто внутри тебя и какую сферу тебе нужно исправить, ты не изменишься. И ты останешься такой же, и год просто так, знаете, пройдет, перевернешь календарь, купишь новую икру у нас за 12 евро, приедешь и все. И праздник состоялся. Нет. Не подумайте, что мы тут икру продаем. Я задал сам себе вопрос, а где Бог внутри меня, семья, на этой неделе, серьезно. я сидел размышлял, я проповедую, я служу людям, я сам себе задал еще вопрос, а где Бог внутри меня, если я хочу, чтобы судьбы изменились. И эти вопросы могут задать самые честные люди, самые честные. Нечестные они не зададут себе этот вопрос. Где Бог внутри меня? Я стал искать его, и тут же возникли следующие вопросы. Правда ли я живу для него? Или правда ли я делаю то, что он мне говорит? Или кто-то слышит сейчас свою жизнь? Правда ли моя жизнь бескомпромиссна? Или я еще вызываю адвоката в своем лице и оправдую свои поступки? Правда ли моя правда ли я решил измениться и унаследовать вечность? Или я пришел просто решить свою проблемку? Правда ли я не боюсь завтрашнего дня? Если ты не задавал сам себе эти вопросы позадавай, потому что только когда ты честно ответишь на эти вопросы, ты честно увидишь кто внутри ты. Смотря в зеркало, после того, как ты себя приел в порядок, после утреннего туалета всего, до выхода ты себя узнаешь, но узнаешь ли ты себя, когда ты задашь себе эти вопросы? Увидишь ли ты христианина настоящего, когда ты ответишь на эти вопросы? Что-то хотел такая, думал, праздничная тема получится. правда ли я прихожу в его присутствие, чтобы быть с ним? Или таких вопросов очень много. Амэн, семья? Амэн. Позадавай себе вопросы в новогоднюю ночь. Позадавайте. Семья, только ты сам себе можешь помочь. Больше никто. Сам ты себе можешь помочь. Пока ты сам себя не раскроешь, не раскроешь свой подарок, то понимаете, это служение это как дополнительная сила. Мы собираемся в единстве. Не просто мы собираемся в физическом месте, мы собираемся в единстве в Иисусе Христе. Поэтому прошу вас сделайте контрольные вопросы в своей вере. Сделайте контрольные вопросы, дайте ответ, правдивый ответ. Пусть эти ответы никто не увидит, но хотя бы ты сам для себя задай правильные вопросы. Когда я задал себе эти вопросы, я пришел к Иисусу, говорю, слушай, я хочу искать Иисуса. Помнишь или? Я задал себе вопросы, и вы знаете, некоторые ответы меня не устроили. Потому что иногда, когда ты служишь, ты уже знаешь, служишь не для Иисуса, а уже служишь больше для людей. Это влетают все служители. Иногда, когда ты ходишь в церковь, ты уже не сам ходишь, ты ходишь в церковь для себя в следующем году. Вот следующее служение будет. Сходи для себя, а не для кого-то. Я хожу в церковь, потому что проблема в моей семье. Проблема в тебе. И когда ты решишь свои проблемы в себе, то и в семье решатся все проблемы. И сказали все амэн. Ты смотришь проповеди для кого-то, ты читаешь Библию для кого-то, почитай ее для себя, сходи в церковь для себя, хватит для кого-то ходить. Хожу, потому что и того надо спасти, и того ты себя спаси. И все. И тогда одна молитва, она изменит всю твою жизнь. А так ты выходишь на молитву, когда за тебя молятся, и ты подходишь не ты, подходят проблемы других людей. А Бог говорит, нет, они мне сами нужны, я не могу через тебя порешать их проблемы, я могу порешать только представляете? Мы ищем большие церкви, а ищешь ли ты то место, где на самом деле ты должен быть? Ты ищешь популярные церкви, мы подписываем в инстаграмах, твиттерах популярным людям больше, амен? А подписываешь ты тем людям, которые именно рядом с тобой, которые посажены рядом с тобой, ты как пазли. Интересна ли судьба тех людей, которые именно Бог тебе их дал? Или ты ищешь знакомство популярные христианские компании, громкие церкви, или ты ищешь то место, где тебе будет некомфортно, больно, но тебе там захочется быть семья. Когда на церковь выходит сражение, то в сражении мощная битва, и не все хотят быть, не все хотят находиться, потому что некомфортно, а готов ли ты в некомфортнее все время занимать то место, в которое тебя посадил Бог, себя? Готов ли ты делать все до конца, чтобы это место было всегда занято тобой, не кем-то? Готов ли ты до конца быть в том месте, где ты посажен Богом? Конечно, на тебя подуть, и знаете, христиане подуть даже. Скажешь что-то слово, все, обида, не это, сразу сдувает. Мы не та церковь, где устраиваем комфорт жизненный, мы та церковь, где комфортно истине себе, чтобы освобождало, чтобы обличало, и чтобы давало радость, и все остальное. Так вот, готовы ли вы принять подарок? Что-то уже рук нет. Что, отреклись от Иисуса Христа? Веришь ли ты в Иисуса Христа так контрольно? Кто верит? Подними руку. Слава Богу. Надо 31-го всех обзвонить и спросить. Вдруг конец света. За овцами надо наблюдать. Готов ли ты принять подарок, или ты хочешь держать его закрытым, потому что тебе так комфортно? Готов ли ты принять подарок? Если да, открой свой подарок. Найди Иисуса в своей жизни, найди Иисуса в своем доме, ищи Иисуса везде. Везде. Вот где бы ты ни находился в проблеме, найди. По статистике в тюрьмах люди больше принимают Иисуса, чем на свободе. А это что? Представляете, и там они находят, в четырех стенах находят Бога, а ты не можешь в своей квартире шикарно найти его. В свободной, светлой квартире. Нет Бога. Ну, нет. может тебя в тюрьму? Я как бывший юрист и опер сотрудник оперативности, я могу сказать, как это сделать. Я сам могу тебя сдать. Ну, как же скрыть грех? Шучу, шучу. Не надо в тюрьму. Мы уже в тюрьме были. Тюрьма этот мир, который посадил нас и не дает нам свободы. А это какая-то церковь. Да, сегодня кто-то сказал, кто-то меня там защищал, девочка инвалид, говорит, на пастора так плохо говорят в этом районе. Да пусть говорят. Если мы легко и свободно от этого, пусть говорят. Хорошо, что говорят. А хочешь ли ты быть тем, чтобы о тебе заговорили? Или ты собираешься все скрыться за... а ты знаешь, что если говорят обо мне, значит говорят и о тебе автоматически. Ты соучастник этого бардака. Ты соучастник. И не думай, что ты вышел, тебя никто не увидели, вынырнул, быстро, быстро машина уехал, а паска тут до вечера сидит. Нет, ты... Мы все, мы едины же семья или нет? Если говорят обо мне, значит говорят и о тебе. Если говорят о тебе, значит говорят и обо мне семья. И это принцип семьи. Давайте защищать нашу семью. А мы семья Бога. Их если Бог с нами, то кто может против нас? Ну пусть придут. Пусть придут. Против Израиля выходили огромные страны армии и ничего они не могли сделать. Потому что Бог взял там звук треска и эти все трусы убежали. У Бога все просто. Второе Тимофея 4 6-8 Сейчас идем кушать салат и красную икру. Все нормально. Но мы еще помолимся дорогие братья и сестры. Второе Тимофея 4 6-8 Что же касается меня, то меня уже приносят в жертву на алтаре и время ухода моего настало. Это Павел пишет Тимофею. 7-й стих Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру. Представляете, что говорит Павел Тимофея? Я доблестно боролся и сохранил веру. Он мне написал Я исполнил все традиции. Я столько церквей обошел. Я ездил, я был на таких конференциях. Ты что это расскажешь своим детям, где ты был? Они в другой уже жизни. Там уже другие божьи генералы, когда они вырастут. сохранил ли ты веру? Когда ты сойдешь со своего пути, когда ты сойдешь уже со своей жизни и будешь понимать, что ты просто уже ну все, это время придет. Я не за упокой, нет. За здравие все, за здравие. Восьмой стих. И теперь меня ждет венец победителя. Награда за жизнь праведную. Господь судья справедливый увенчает меня им в тот день. И не только мне вручит он его, но и всем, кто с любовью ожидал его. А вот она где любовь. Не натянутая улыбка, не наша красивая одежда. Любовь это когда ты хранишь веру в семья, веру в любовь. Потому что Бог есть любовь. А мы не есть любовь семья. Мы не есть любовь. Давайте сохраним нашу веру в любовь. Давайте верить в любовь. И тогда будет любовь. Давайте сохраним любовь. Верьте, что Бог есть любовь. и придет любовь. Придет. Я просто прошу вас сделайте свои шаги веры в то место, где вы еще не были. Ильин, можно тебя? Варан, пожалуйста. Можешь ли ты сохранить свою веру в новом начале? Или ты хочешь остаться там, где ты был? Можешь ли ты верить в невидимое? Можешь ли ты верить в свое исцеление, если ты уже устал от своей физической боли? Если ты устал от своей жизни, атмосферы, которая у тебя в доме? Веришь ли ты в это? семья? Редактор субтитров